Добрейших вечеров, дорогие друзья! Приветствую вас на экранах ваших YouTube-приемников. Что вы, где вы, как вы? Что в течение недели делали, пока ждали с нетерпением видео? Напишите один раз, как ваше самочувствие. Приятного аппетита всем, кто кушает. Ну что, я тоже для вас приготовил кое-что интересненькое, кое-что, что вам понравится, чего раньше у нас не было на нашем канале. А именно, разговор у нас сегодня пройдет про биологически активные точки. Что это такое? Вот в нашем современном мире, в современном мире блокчейна, технологий и цифрового юаня уже вот эти понятия, энергия ци, меридианы, они устаревшие. Но традиционная китайская медицина, она зиждется на вот этих понятиях. Понятно? И поэтому мы уважаем традиции, но с современной точки зрения тоже это все воспринимаем мы с вами. Конечно же, понимаем энергия, энергии, но мы с вами немножко это более осовременны. Это один крестьянин, например, там, необразованный китайский, чтобы другому крестьянину передать по наследству знания, вот он ему объяснял. То есть, вот эта энергия сюда зайдет, туда пройдет, там выйдет. Но мы-то с вами люди современные, там, биохимия, гормоны, ферменты. То есть, вот это нас больше же, да? Вот это, ну, поняли, да? Нам больше импонирует сами. Вот такие понятия, да? То есть, вот берем таблетку, помещаем ее в рот, она проходит у нас, здесь растворяется, в крови что-то происходит. Это не энергетика же, это происходят химические же процессы. То же самое, иголку куда-нибудь вставляем, тоже там происходят определенные процессы, рефлекторные в том числе. Итак, друзья, к чему вот это вот веду весь разговор, не просто так об этом разговариваю. Случай такой произошел с моим собственным родным дедом. Он мне рассказал. Работал он лесником в лесу и обходил окрестности своего леса и слышит крик. Крик нечеловеческий, как будто не человек кричит, а зверь дикий, не знаю кто, не понял даже, оборотень какой-то. Побежал, в общем, с ружьем, взял ружья все свои, побежал, смотрит, а это, оказывается, китаец попал в капкан. Попал в капкан и выбраться не может. Но дед думает, что с тобой делать китаец? А китаец человеческим голосом замолился, говорит ему, отпусти меня, дед, покажу я тебе секретные пять точек, с помощью которых ты станешь здоровее, умнее, богаче, сильнее и не будет равных тебе в любовных похождениях тоже. Но говорит ему дед, ой, не нужны мне твои шайтанские вот эти вот штучки, нет, я в бане лечусь и хорошо себя чувствую. Тогда китайц ему говорит, ну подойди, говорит, нажму один раз, почувствуй, что такое. Подошел дед, нажал ему, почувствовал, что такое, и отпустил китайца, и китайц за это показал ему все вот эти вот точки. И почему вот это, откуда историю знаю? Это сам вчера он мне рассказал, и я постоянно у него спрашиваю, почему ты вот такой не умираешь до сих пор. И он не говорил мне раньше, а сейчас рассказал вот эту историю. Но вот я вам и как раз сейчас и покажу все вот эти вот точки, которые каждый день он себе массирует, каждый день прорабатывает эти специальные точки, которые продлевают его жизнь, до сих пор никак не умрет, все ждут, когда квартиру освободит. Никак не дождутся уже, но теперь, в общем, смотрите. Быстрее спешу поделиться с вами этими точками, пока он не увидел, что я вам их показываю. Первая находится на середине грудины, вот здесь вот. Воздействуя на нее, вы нажимаете, находите самый болезненный участок на грудине, примерно будет он в середине. Нажимаете пальцами на нее и делаете массирующие движения в одну сторону раз 10 и в другую сторону раз 10. Просто круговое такое движение вы делаете. То есть я вам покажу, как воздействовать на эти точки. Можно руками и потом несколько еще других способов. Эта точка, она применяется для того, чтобы снять спазм диафрагмы, улучшить дыхание, увеличить подвижность грудной клетки. С точки зрения биомеханики, как она действует. То есть воздействие на это место уменьшает натяжение вот этой вот грудной фасции. И таким образом улучшается подвижность ребер. Кроме этого, ну с точки зрения традиционной китайской медицины, здесь у нас находится там проекция вилочковой железы. И также здесь находятся лимфатические рефлексы, воздействуя на которые мы с вами улучшаем отток, приток лимфы от верхней части головы, шеи рефлекторно. И также рефлекторно за счет того, что у нас уменьшается натяжение фасции грудной. Таким образом, даже при сутулости, воздействии на эту зону, многие отмечают, что у них плечи расплавляются, и легче им перестать сутулиться. Не сутулиться, короче говоря, больше. Сюда нажал, не сутулиться, все понятно. Дальше. Следующая точка, она находится у нас на руке. Вот здесь вот, вот здесь находится, вот в этом месте. Называется она по-французски хэгу, а по-китайски хэгу тоже называется. Такая точка вот здесь вот. Применять ее можно в каких случаях? Хотите взбодриться, например? Нажали, взбодрились. Хотите? Применяется также она при хронических заболеваниях легких, например, при кашле хроническом, для улучшения оттока. Слизи, мокроты. То есть, таким образом вы воздействуете на нее. И здесь самое интересное, воздействий может быть несколько. То есть, если вы достаточно сильно на точку нажмете, вы как бы оказываете успокаивающееся и датирующее воздействие. Если вы на точку будете нажимать легко, безболезненно, ну, то есть, не причиняя себе боли и страдания, то таким образом вы точку как бы активируете, стимулируете и увеличиваете активность в меридиане легких, который связан с легкими, как вы догадались. Итак, вторая точка – это точка хэгу. Положительно влияет у нас на состояние сердца, сердечно-сосудистой системы, легких, потому что у моего деда сердце, как у призывника категории А, оно бесперебойно работает, не собирается останавливаться, потому что ежедневно он эту точку себе прорабатывает. Легкие дышат, как паровозы. Тоже никаких проблем нет. Выкуривает стабильно по пачке сигарет без фильтра, но ни разу в жизни не кашлял. Ни одного кашля, никто от него не услышал. Итак, друзья, все благодаря вот этим китайским связям его молодости. Ну, историю это слышали, конечно, про этого. Китайца, как он спас. Вот его отблагодарил он вот такими знаниями, представляете? Вот сейчас вы ни одного китайца не спасли, то же самое узнаете. Пока он это видео не удалил, записывайте. Дальше. Следующая точка. Точка находится на стопе. В ее той части, откуда у нас начинают расти с вами пальцы. То есть, вот этот сустав между костями плюсны и уже костями вот самих пальцев. Практически вот здесь вот, вот в этом месте находится, вот в этом месте она находится, вот в этом месте находится. Называется точка Юнь Цуань, переводится бурлящий родник. Почему называется так бурлящий родник? Потому что эта точка, она связана с почками, с меридианами почек. И при ее стимуляции улучшается функция почек, также мочеполовой системы. Улучшается приток, отток крови, застой различный устраняется при воздействии на нее. Также эта точка связана и с оттоком крови и лимфы от ног. При воздействии на нее определенным образом изменяется тонус сосудов. То есть, воздействием на нее мы таким образом тонизируем собственные сосуды. И также будет полезно тем, у кого есть варикозное болезнь. То есть, не напрямую вы уже воздействуете на свои сосуды, а опосредованно. И воздействием на эту точку вы одновременно приводите и в тонус, непосредственно сами мышцы стопы, но еще и рефлекторно улучшаете состояние своих почек, мочевых пузырей, простат, маток, яичников, органов различных тоже, 18-плюсных. И, конечно же, состояние сосудов лимфатических, генозных, артериальных. Бляшки все устраняются, как китайская медицина нам обещает. Все претензии к ней я лишь делюсь с вами знаниями, друзья. Ну, проверим, будем делать, проверим. Если что, все проверим вот эту, каждую точку, как действует, как не действует. Вот сейчас все проверяйте, аккуратно, все записывайте, нажимайте, следите. Каждую мелочь там, что произошло, что где кольнуло, что где улучшилось, все напишем. Вот каждой точке, показания, противопоказания, условия применения, дозировка мы должны с вами составить. Это все, потому что вот это все, вот это вот все, то, что это же не подходит для нас. Вот это, что это вот такое вот. В эпоху династии Мин начался золотой век рефлекс терапии. В то время работало много известных. Это не то. Сейчас так все не работает. Сейчас, пожалуйста, дозировочку, показания, противопоказания. Что это такое? С начала царственной династии Цинн до опиумных войн врачи стали предпочитать акупунктуре, фитотерапию. Это сейчас, вот это никому не интересно. Давайте-ка уже сосредоточимся. С вами посерьезнее будем, потому что меридианы, энергии, пусть вот друг другу все показывают, рассказывают. Нам, пожалуйста, в современном мире не нужно этого. Все хотим знать, но доверять. Итак, друзья, что осталось у нас? Какие точки еще у нас остались? Ну-ка, напишите-ка в комментариях, что я пропустил. Так, раз, два, а, три. Самая главная точка, продлевающая жизнь. Точка, продлевающая жизнь и точка, как похудеть, чтобы кушать не хотелось. Вот эти две. Итак, точка, продлевающая жизнь. Цзу Сан Ли. Это не герой Мортал Комбата. Это название точки, которая используется для стимуляции жизненной энергии. Если ваша жизненная энергия недостаточно хорошо начала циркулировать, вы умерли. Чтобы жизненная энергия достаточно хорошо циркулировала и вы продолжали жить, вашу точку Цзу Сан Ли периодически теребите, массируйте, каким-либо образом раздражайте. Где же находится эта точка? Любезно вам, конечно же, покажу. Потому что в моих интересах, чтобы вы жили дольше, чтобы смотрели больше. Если вот сейчас там 2 миллиона подписчиков, если уже миллион умрет, у меня миллион же только останется. Поэтому ваша задача жить долго. Смотреть внимательно. Потому что вы должны умными тоже оставаться. Если вы будете смотреть и у вас ничего не будете понимать, тоже на другой канал перейдете, какой-нибудь Шишонин начнете смотреть, если глупо им быть. Поэтому моя задача, чтобы вы не умирали, чтобы вы умными были, кровоснабжение мозга у вас улучшалось, не оглохли. Для этого еще видео про слух шум в ушах. Зрение тоже нормально, чтобы было. Короче говоря, о вас забочусь, дорогие друзья. Итак, жизнь вам сейчас продлю. Точка находится у нас на голени, в области передней большеберцовой мышцы. Она находится между большеберцовой и малоберцовой косточкой. Вот в традиционной китайской медицине, вот там же все, вот так вот, цуни, это вот, ширина пальцев. Но примерно, смотрите, вот бугристость большеберцовой кости вот здесь вот. Левая нога, она находится латеральнее. Ну, вы не знаете, что такое. Снаружи, значит, вот там, медиально, внутри. Вот вам в копилочках новое слово. Вот. И снаружи от большеберцовой вот этой бугристости кости вот здесь вот мышцу нащупали и вниз спускаемся. И вот здесь вот будет определенный участок, где вы почувствуете... Но если вы были бы, вот, например, каким-нибудь там цигунистом или китайским даосистом, вы бы почувствовали воронкообразный бурлящий поток энергии в этом месте, который вы не почувствуете. Потому что чувствительности нет пальцев. Почувствовать бы хоть тепло-холод, да? Поэтому ориентируйтесь просто на то, что вот вниз опускаетесь, будет ямочка там небольшая. И не переживайте. То есть, выше-ниже попадете, здесь целая область вот такая. То есть, верхняя часть вот этой мышцы. Будет небольшое углубление. Вот она, видите, вот здесь вот, желтая 36. Можете так найти, вот так, желтая 36 она. В общем, ну, она жизнь продлевает, смотрите. Будьте внимательнее отнеситесь, не так легкомысленно к ней. Итак, друзья. Ну что, поздравляю вас. Теперь здоровы будете, долго будете жить. А, точка еще остается, чтобы аппетит убавить. Ну, а это, как поняли, это сейчас вам тут не покажу. По ссылке в описании. По ссылке в описании, короче говоря, что там. Как воздействовать на эти точки уже не руками, а повседневной жизни. Есть разные способы, да, разные приемы такие. То есть, весь набор вот этих вот точек, полный уже покажу. Как на них воздействовать теперь. То есть, точки вы знаете, как стимулировать, чтобы это все работало. Вот это покажу и бонусом, конечно, как специальную точку для тех, кто хочет кушать, чтобы кушать не хотелось, чтобы худеть. Ее нажимаете, определенным образом на нее воздействуете и худейте. Ну, что, а всем остальным, до новых встреч, до новых передач. Пишем лайки, ставим комментарии. Напишите, короче говоря, попробовали, что там, насколько жизнь ваша увеличилась по продолжительности. В комментариях пишем. Встречаемся, кто хочет продолжения. А так увидимся еще. Все, удачи!